Всем привет! Вы на канале Книжная Полка, меня зовут Лада, и сегодня я начинаю снимать свой любимый формат. И это книжный влог. Моего любимого формата почему-то не было на канале полгода, я не знаю почему. Но сейчас лето, и я очень хочу заснять немножко моей рутины. Конечно, здесь будет много о книгах. И начать видео я хочу с распаковки посылки. Возможно, даже какую-то книгу из неё я начну читать прямо сейчас. Я заказала эти книги на сайте издательства Дома Мещерякова. У меня раньше не было книг от этого издательства, но я посмотрела их сайт, мне очень понравились некоторые истории авторы. И я выбрала для себя три книги. Что ж, распаковываем. Вау! Очень красивая по оформлению книга. И я не думала, что она такая большая по объёму. В общем, «Принц Модильяний» — это биография художника Модильяний. На обложке вы можете видеть его картину, они у него своеобразные. Но мне кажется, что биография должна быть очень интересной, потому что биография художников, у них такие странные жизни. Вот. Очень красивая книга. В общем, это два детектива из одной серии. Вот первая часть «Возраст сомнений». Я мало что слышала об этих книгах, но меня привлекло яркое оформление и то, что я очень давно не читала детективов. А здесь есть детектив по имени Модельбана, и он есть в каждой книге, он ведёт расследование. Получается, место действия меняется, детектив остаётся тот же, и, конечно, в каждой части разные преступления. Мне кажется, если я прочту эту книгу в этом влоге, будет неплохо, потому что она тоненькая, но обещают быть интересной. Давайте её и возьму прямо сейчас. Мы идём туда. Ваши эмоции перед этим? Вчера я успела дойти до 60-й страницы, и мне кажется, пора поделиться первыми впечатлениями от книги. До этого я читала книгу Достоевского, и, конечно, немного странно и даже забавно было приключиться на Андреа Камилери, потому что это очень разные вещи, и после Достоевского у меня здесь мозг просто отдыхает. Здесь лёгкий слог, много диалогов, мало описаний, и в целом это развлекательная литература. Но, знаете, эта простота даже мне на руку, и мне это нравится, потому что летом всегда хочется чего-то лёгенького и весёлого. Мне кажется, эта книга идеально подходит для чтения летом, когда вам хочется отвлечься от чего-то такого более замысловатого. Как я и упоминала ранее, здесь есть главный герой — комиссар Мантельбана, и однажды он просыпается утром, смотрит в окно, а около его дома лежит труп лошади. Причём животное убили довольно жестоко, и он звонит, приезжают люди, и пока они разговаривают, труп пропадает. То есть, скорее всего, люди, которые убили лошадь, они её и забрали зачем-то, и Мантельбана начинает расследование. Я не думаю, что книга будет полностью про убийство лошади, потому что Мантельбан уже заподозрил в этом деле что-то более масштабное, что-то более мрачное и связанное с людьми, а не с животными. Единственное, у меня есть небольшая претензия. Возможно, я взяла не первую часть, а, возможно, здесь просто такой замысел автора, но нас не знакомят с героями. То есть, нам просто показывают утро главного героя, и вот он таков. Мы не знаем ничего о его прошлом, но, тем не менее, здесь есть намёки на его прошлое, на какие-то истории, и мы как бы должны знать их, но мы их не знаем. И с остальными персонажами нас тоже особо не знакомят, они просто появляются, и как будто мы их уже знаем. Я надеюсь, дальше чуть-чуть побольше раскроют персонажей, но, в принципе, мне нравится книга. Что ж, я дошла до 110-й страницы, и расследование здесь проводится не очень так спешно. Больше раскрывается пока характер главного героя, его личной жизни. Кстати, здесь есть, по-моему, три потенциальные любовные линии. Дальбана около 50 лет, я думала, что он помоложе, но оказывается вот так вот. И я забыла сказать, что здесь действие происходит в Италии. Оно и заметно, потому что все персонажи истинные итальянцы, у них очень много эмоций какие-то, они все эксцентричные. Пожалуй, на сегодня остановлюсь в чтении, потому что ко мне уже сейчас приедут подруги на ночёвку. Вполне может быть, что сниму что-нибудь весёлое. Извини, мы здесь гаши. Сегодня мы едем в другой город, чтобы покупаться в озере, и там будем ночевать. Я беру с собой, конечно, книгу, уже дошла до 200-й страницы. Мы идём по лесу на пляж, на озеро Тургаяк, и недавно я узнала, что это одно из самых чистых озер в России. Мы его просто обожаем и каждый год ездим. Сегодня был очень тёплый день, но как мы приехали, похолодало, поэтому я иду в женцовки. Вчера, пока мы ехали домой, я успела дочитать следы на песке, и сейчас хочу подвести итог. Это книга весёлая, она написана с юмором и идеально подходит для чтения летом. Меня реально смешили моменты, где, например, Мантельбана разговаривал со своим внутренним голосом, или моменты с очками и невкусным супом. Но вначале я выделала для себя минус, что нас здесь не знакомят с героями, и как будто это не первая часть. И вчера я проверила, и это действительно не первая часть. В принципе, восприятию это не мешает. К середине книги я уже вообще не думала, какая это часть, всё было понятно. Но да, здесь нет особой экспозиции, знакомства с героями, сразу идёт действие. Мне бы, конечно, хотелось познакомиться с первой частью, чтобы поближе узнать Мантельбана. Но у меня есть только ещё одна часть, и причём она не вторая, просто это какая-то часть. Их там очень много, и я думаю, что уже не имеет смысла считать по порядку. Просто буду брать те, которые меня больше всего интересуют. Так что ставлю книги 4 из 5, и буду продолжать цикл. Но сейчас я начинаю читать другую книгу, и это «Принц Модельяне». Ещё в начале видео, когда я распаковывала посылку, я знала, что после следов на песке я обязательно возьму эту книгу. Потому что здесь, во-первых, безумно красивое оформление, а во-вторых, это мой любимый жанр художественной биографии. Модельяне крайне любопытная личность, и мне кажется, книга будет необычной. Потому что я так полистала, и здесь какие-то странные главы, названия глав. Я дошла до сотой страницы в книге, и повествование здесь идёт от первого лица. Мы узнаём Модельяне ещё с самого детства. И вот что меня всегда поражает во всех художниках, и в биографии Ван Гога было то же самое, это насколько они преданы искусству, и насколько оно для них важно. То есть Модельяне он ставит искусство даже выше собственной жизни. Ты же можешь не смотреть на меня так. Она, кстати, читает Марсина Эйдена. Как тебе книга? Как тебе книга? Как тебе книга? Хорошо. Книга хорошая, мотивирующая, всем советую прочитать. Это ты ещё до конца не дочитала. Ну да. Смотрите, пчела. Я только что сняла видео, украла у сестры чудесную рубашку. Мне она так понравилась. И хочу с вами поговорить о принце Модельяне. Я уже на 200-й странице, и у меня много мыслей. С самого детства у Модельяне было подорвано здоровье. Сначала у него был плеврит, потом тиф, потом он подхватил скарлатину, и в конце концов у него начался туберкулёз. И эти болезни, они были с ним на протяжении всей его жизни. Но он тщательно скрывает то, что у него плохое здоровье, потому что он хочет жить на полную катушку. Иногда в этом желании он переходит к границе и делает то, что не нравится семье. Он ходит в бордель, он курит, хотя знает, что это для него вредно. И, конечно, искусство — это для него главное в жизни. Он мечтает стать художником, а ещё больше он мечтает стать скульптором. Но он не может, потому что ему не позволяет здоровье. И это одна из его трагедий. Мне не всегда понятен Модельяне. Иногда его поведение слишком эксцентричное. Но личность, он, конечно, любопытная. Я не знаю, почему, но вторая книга подряд у меня про Италию. По крайней мере, здесь начиналось всё с Италии. Атмосферно показали Флоренцию, Венецию. Вот сейчас Модельяне уже приехал в Париж. Здесь показано вот это богемное общество художников. Здесь творчество, здесь дым, здесь толпа народу, здесь разврат. Париж в начале 20 века не такой, каким я его представляю сейчас. Но меня, конечно, восхищает, что это город, в котором собрались все творческие личности. И все вокруг Модельяне они творят, они рисуют, они создают скульптуры. И что мне очень нравится, что можно взять любого упоминаемого здесь художника, о котором я даже не слышала, загуглить и увидеть его картин. То есть ты читаешь сначала диалоги, а потом смотришь, как человек воспринимает этот мир через картины. И личность, вот её психология уже понятна немножко. Именно поэтому я люблю книги, основанные на реальных событиях. И ещё одна трагедия Модельяне — это то, что он уже несколько месяцев в Париже. И все вокруг творческие личности, все вокруг создают. А он не может, потому что он только ищет себя. И это его мучает. Он может только говорить об искусстве. Он не может пока что творить. Но это пока, потому что всё же он стал известным художником. Так что буду продолжать читать. А так выглядит типичное место съёмки видео. Сейчас надо все эти книги по местам расставлять. И, наверное, сразу сяду за монтаж, потому что мне очень понравилось это снятое. Хочется уже поскорее выложить на канал. И постепенно в городке воззаряется хаос. А в общем, здесь Стивен Кинг обнажает человеческую душу. Кстати, Наташа сегодня подстригла чёлку. Теперь она выглядит вот так. И ладно, захотела себе тоже чёлку обрезать. Почему художники не способны быть счастливыми? Кажется парадоксальным, но боль, которую они испытывают, становится ещё сильнее в период успеха. Возможно, такое происходит не со всеми художниками. Наверняка есть исключения. Но я замечаю, что в их душе есть какой-то узел, который невозможно развязать. Я напуган. Мне не приходит на ум ни один художник, у которого была бы спокойная жизнь. Жизненно. Я тоже не знаю такого. Мне осталось где-то 100 страниц до конца книги. И я не помню, не говорила я или нет, но здесь повествование идёт от первого лица, в основном от самого Модельяни. Но иногда есть короткие главы от других персонажей, которые раскрывают художника, главного героя с другой стороны. И здесь даже были главы от лица Анны Ахматовой. Я очень удивилась, когда она и Николай Гумилёв появились в повествовании. Я не знаю, насколько это оправдано. Я погуглю обязательно позже. Но у Модельяни и Ахматовой был полноценный роман. И Ахматова была самой главной любовью в жизни Модельяни. Очень необычно было это узнать. Я ещё, на самом деле, плохо знаю на Ахматову, потому что мы её в школе не проходили. Но всё равно приятно как-то видеть знакомое имя в книге, причём так неожиданно. Меня немножко раздражает сейчас поведение Модельяни, потому что он слишком упрямый. И все ему говорят, не занимайся скульптурой. Это не приносит никаких успехов. Это тебя губит. Это губит твоё здоровье. А он никого не слушает и продолжает. Хотя, ну я посмотрела в гугле его скульптуры, но они похуже, чем картины. Не понимаю, почему он так зацепился за это. И мне кажется, это его увлечение скульптурой не пойдёт на пользу здоровью. И он уже должен умереть через сто страниц. В общем, предчувствую печальный финал. Мне кажется, что из-за нас уже очередь стоит час. Нельзя было столько вещей. Пока H&M получается. Мы уже приехали домой. В очередях, на самом деле, стояли вообще недолго. Ну и давайте покажу свои покупки. Что-то уже к школе, к сожалению. А что-то просто на лето. Почти час ночи. Я только что дочитала «Принца Модильяне». Конечно, здесь печальный финал. Хорошая книга, которая показывает жизнь Модильяне целиком. От его рождения до его смерти. Я ставлю 4,5. Я вообще люблю биографии. Но здесь жизнь Модильяне, она просто наполнена событиями. Несмотря на то, что она была короткой. Всего 35 лет. К тому же, мне безумно понравилось, что здесь описывался вот этот творческий, богемный Париж 20 века. И здесь очень много реальных исторических личностей. Творческих личностей. И если вы читаете эту книгу, обязательно гуглите упоминаемых художников. И их картин. Например, меня сильно зацепил художник Фудзита. Или просто Фудзи. Здесь составлю пару его картин. И мне крайне понравился слог. Он простой, но не слишком. И здесь много классных цитат. Из минусов я могу выделить, разве что здесь очень много времени уделено любовным похождениям Модильяне, любовным линиям. В его жизни вообще было много женщин. А здесь еще и книга 18+. Такой маленький значок, незаметный. Но в книге это заметно. Так что перед покупкой тоже обратите внимание на возрастное ограничение. Ну а так, книга прекрасная. Я рада, что ее прочитала и познакомилась с такой печальной, но интересной судьбой Модильяне. На самом деле, когда я только начинала читать, я посмотрела на картины Модильяне, и они мне вообще не понравились. Но сейчас я в них почти влюблена. Наверное, это из-за того, что я теперь знаю всю историю жизни Модильяне, но его картины, они почему-то мне очень-очень теперь нравятся. Хотелось бы увидеть когда-нибудь их вживую. Ну, наверное, на этом пора заканчивать влог, потому что я уже прочитала две хорошие книги. Это «Принц Модильяне» и «Следы на песке». Обе книги, в принципе, советую. Они очень разные, но идеально подходят для чтения летом, и в них показывается Италия. Ну, хотя в «Принц Модильяне» еще и Франция. А я надеюсь, в этом влоге вам понравилось провести со мной целую летнюю неделю. Мне кажется, эта неделя была довольно насыщенная. И да, вы были на канале «Книжная полка». Всем пока-пока!